По решению суда мне надо допустить до лоджии. Лоджии у меня нет. У меня есть официальный документ о законной перепланировке. Судебные приставы в доме номер 14 по улице Бреска уже были утром, после обеда вернулись. У исполнителей задача обеспечить доступы в квартиры. У собственников вполне понятное желание сохранить свое жилье в целости. Бригада, которая исполняет эти работы, не предоставляет документы на производство этих работ, есть ли у них лицензия и не предоставляет самый главный проект, который будет отвечать за то, что эти лоджии действительно у нас впоследствии не рухнут. В доме остались всего две квартиры, которые продолжают бороться за свою правду. Они интересуются у приставов, почему их права ущемили. С документами не ознакомили. Но вопрос не по адресу. Год назад суд постановил пустить рабочих и стянуть стены металлическими консолями. Вот именно такими конструкциями рассчитывают укрепить помещение. На деле же получается дополнительно, плюс еще по 200 килограмм нагрузки на каждый балкон. Не говоря уже об эстетической стороне вопроса. В ТСЖ тем временем уверяют, что заключение об аварийности и непригодности лоджии есть. А рекомендации экспертов это и есть проект работ. А что до судебных приставов, которых пришлось пригласить, то ремонт, говоря в товариществе, не терпит отлагательства. Если в этом году мы ничего не делаем, в следующем году муниципальных денег может не быть, денег может не хватить. И в конце концов жителям придется оплачивать из своего кармана вот те работы, которые сейчас муниципалитет готов софинансировать. Можно долго копаться в терминологии и придираться к каждому слову судебного решения. На пути назад нет. Завтра утром приставы обещали проникнуть в квартиру любым способом. А представители ТСЖ прямо говорят, у собственников был целый год на то, чтобы получить разъяснение и выразить свои претензии. Екатерина Платонова, Вадим Нечаев. Наше время.